Уважаемые слушатели, начинаем новый левелап. Сейчас вы узнаете о функциях в языке C. Вы их уже видели, я ими активно пользуюсь, даже не до конца объяснив, что это такое. Что можно вообще делать с функциями? Их можно объявить, определить, то же самое, что описать, вызвать и еще взять адрес. Я не буду работать с адресами функций, это оставим для первого курса. Вызов функции, это самое ходовое, чтобы функцию вызвать, надо взять, обратиться к ней по ее имени, после этого имени написать скобки и туда поставить какие-то фактические значения параметров. Между прочим, то, что я говорю «фактические значения параметров», означает, что у параметров бывают не фактические, а формальные, ну правда не значения, а формальные параметры. То есть список формальных параметров, и мы его видели с вами у функции, которую я создавал, это список, который следует в описании функции через запятую, вот в этих скобках. Определение функции, это то же самое, что описание функции, вот оно в общем виде написано, предполагает тип возвращаемого значения, он должен быть известен на момент описания функции, и это не может быть массив, это может быть любой из простых типов, или пользовательский, вы можете сами создать тип, хотя я про это опять же не рассказывал, как создавать. Но, тем не менее, главное, что не массив. Дальше, список параметров, а, прошу прощения, имя должно быть латинскими буквами, цифрами и знак подчеркивания, никакие другие символы недопустимы, ни значки плюс-минус, ни русскоязычные и прочие язычные символы. Имя должно быть непрерывным, без пробелов. Если вы хотите разделить несколько слов, используйте знак подчеркивания, его специально разрешили в именах функций, ну и у переменных то же самое. Далее, в списке параметров следуют они точно так же, как описываются переменные в телефункции, то есть тип на имя, тип имя. Вот эти имена формальные, это то, под каким именем переменная будет жить внутри функции. То есть, пока выполняется ее тело, мы будем доступаться к этому параметру именно по этому имени. Ну, можно сказать, вряд ли вы это поймете, что параметры передаются в функцию C по значению. Давайте двинемся дальше. Функции бывают вызываемы синхронно и асинхронно. Что это значит? Что у вас идет поток исполнения, то есть началась ваша программа, да, и пошел основной поток исполнения, пошла функция main, да, пошли команды, вот они идут, 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 и вот тут вот раз, и вызов функции. Да? Что происходит в момент вызова функции? Возможно, два варианта. Представьте себе, что вы вызываете сантехника и говорите ему, отремонтируй ванну. Сантехник начинает ремонтировать ванну, для него началось исполнение. То есть, там, функция main вызвала функцию a, и функция a пошла выполнять свои команды, да, вот она пошла, выполняет их, да, но, а что основная функция? Она как? Она стоит и молча ждет или продолжает свое выполнение? Ну, если она просто продолжает свое выполнение, тогда большой вопрос, а зачем же она эту функцию вызывала? Ну, логично, чтобы получить какой-то результат. Может быть, вот такой результат, в смысле, x равно значению функции, да, то есть, ну, это, тогда мы не можем продолжить, пока функция a не закончится, понимаете? То есть, значит, так, существуют асинхронные вызовы, когда функция a работает, а главная функция продолжает работать, да, и они работают параллельно. Это относится к области параллельного программирования. Вполне возможно, что функция a вызовет еще какую-нибудь функцию b, они будут тоже выполняться параллельно. У меня возникают уже три нити исполнения, я могу загрузить процессор, в котором там три ядра, да, в какой-то момент функция main говорит, а теперь мне нужен результат. То есть, я вот, как сказать, ходил, ходил мимо ванной, а теперь мне нужно руки помыть. Да, и вот она ждет, и дальше не может продолжить свою жизнь, пока руки не будут помыты. И поэтому она ждет, пока функция a закончит окончательно, да. Функция a в какой-то момент заканчивает свое выполнение и возвращается сюда, да, и можно продолжать. Функция main просыпается и продолжает свое выполнение. Я рассказываю про это заранее, чтобы вы не были шокированы, когда у вас будет параллельное программирование. Там, возможно, необходимо это как-то синхронизировать, уметь дожидаться этого асинхронного вызова. В случае обычного языка c, когда нет параллельного программирования, у нас вызовы синхронные. Это значит, что с того момента, когда функция main позвала функцию a, до момента, пока функция a не сделает return, пока она не закончит свое выполнение, функция main спит беспробудно. То же самое происходит и с функцией a. В то время, если она позвала функцию b, из функции a вызывается функция b, вот она вызвала и спит себе. Понятно? То есть, исполнение у нас вот в этот момент, вот тут вот, оно приостановлено. То есть, оно уже получается как бы дважды приостановлено. И это, и это, оно стоит, стоят, оба ждут. Теперь помощник сантехника, грубо говоря, работает. А помощник сантехника вызывает, не знаю, там, допустим, крысу свою, чтобы она проползла по трубе. Ну, вот как в сказке про репку, да, мышка действует самостоятельно, крыска действует самостоятельно, она заканчивает свое выполнение, никого не вызывает. Да, иначе бы это дело продолжалось бесконечно. То есть, я специально вот так вот нарисую, да, что вот эта функция, прошу прощения, b ожидает, а c выполнилась и вернула исполнение к b. b заканчивает, а дождалась результата, доделала то, что должна была сама доделать, и вернула исполнение main. Понятно? То есть, они все спят, и одновременно работает только одна функция. Но вот это сонное ожидание, оно существует. Есть еще один интересный момент. Если нарисовать граф функций, да, то может в нем оказаться кое-что не совсем обычное. Например, из функции a вполне возможно вызывается не только функция b, но и функция c. Вот так. Что это будет значить? Я сейчас нарисую граф. То есть, у меня есть функция a, b, c. Но я main сейчас не буду рисовать, то есть, a вызывается из main, да? То есть, a умеет вызывать b, b умеет вызывать c, а a тоже умеет вызывать c. Ну, не умеет, оно нуждается в вызове c. Понятно логика, да? Так вот, вопрос. Если бы возврат из функции реально был бы простым джампом, ну, в смысле, ассемблерная инструкция, машинными кодами, просто джамп, то там был бы зашит реально фиксированный адрес. То есть, мы бы точно знали, что после вот этого надо возвращаться по вот этому адресу. После вот этого надо возвращаться по вот этому адресу. После окончания функции a мы возвращаемся вот сюда. И функции были бы не более чем способом выкусить кусок кода и написать его отдельно. Понимаете? Я думаю, понимаете. А функции, оказывается, обладают важной, важнейшей, я бы сказал, функциональностью, ради которой их и выделяют. Это возможность возврата туда, откуда вызвали. То есть, вот в этот вот момент, когда происходит возврат из функции c, она делает ассемблерную инструкцию red. Ну, вообще, каждая функция ее делает, но на c я сейчас это покажу именно. Надо сказать, что main тоже делает инструкцию red. Мы сейчас об этом не будем разговаривать. Короче, происходит у нас инструкция red, которая что делает? Очень интеллектуальная для машинных команд. Это очень интеллектуальная инструкция. Она должна суметь разобраться, куда возвращаться. Вот сюда, то есть, в точку после вызова в функцию b, или же вот сюда, в точку после вызова из функции a. Откуда именно ее вызвали? Это организовано через стэк вызовов. Есть такой сегмент в памяти. У каждой программы он свой. Называется стэк. Ну, или по-английски стэк. Он похож на массив, в который мы можем допихивать результаты в конец, элементы в конец, и с конца их брать. То есть, мы его можем наполнять вот так вот, или очищать. Ну, естественно, что точно так же, как у массива, который там реально очищать, не надо. Самое главное следить за верхушкой стэка. Вот sp, некий регистр в процессоре, который помогает следить за тем, какой сейчас текущий уровень заполненности стэка. Так вот, в этот стэк, в момент вызова функции, когда происходит вот этот самый call, когда вот внутри функции main вызывается функция a, да, и пошел вызов, то у нас на стэк, вот в этот вот, я сейчас нарисую, вызов пошел, и теперь уже мы находимся в теле функции. Пошла первая инструкция. b еще не вызвана. Да, что у нас происходит? У нас на пустой стэк, ну, на самом деле он может быть и не пустой, но это не важно сейчас. Вот с того места, где он был заполнен. То есть стэк-поинтер показывал нам на некоторую позицию, я буду считать ее нулевой. И вот туда, опа, и падает так называемый адрес возврата. Адрес возврата. Лучше я его напишу, что это адрес возврата, вот здесь. А здесь я напишу, наоборот, то, что это адрес возврата, куда? Внутрь функции main, ну, и там, естественно, записана даже не просто строчка в коде, а там реально просто, ну, физически какой-то адрес, когда это уже в машинных кодах, это легче сделать. Какой-то там адресочек, ну, я там, не знаю, 172 там напишу, какое-то число, просто чтобы, в принципе, было понятно, о чем речь. Да? И стек поднимает свой уровень. Таким образом, для функции A, в момент, когда она захочет вызвать функцию B, вот этот адрес возврата, он как бы не существует. Она сейчас на него не смотрит. она вызывает функцию B, и вызывая ее, она делает call инструкцию ассемблерную, ну, машинных кодов, на самом деле, да, call позвать. И эта инструкция автоматически кладет адрес возврата, но теперь уже сюда, то есть вот этот адрес, вот эта следующей инструкции, а ее местоположение в оперативной памяти, оно падает на стек, увеличивая, естественно, приподнимая стек, как мы добавляли элемент в конец, да, вот, уровень приподнялся, а сюда упал адрес возврата внутрь функции A, ну, там тоже какое-нибудь там число, не знаю, там, 57, условно. Это не имеет значения. Реальный номер ассемблерной инструкции, потому что это все равно теория сейчас, да. В момент, когда функция B вызывает функцию C, что у нас происходит? Ну, у нас, естественно, значит, а, я отписал, что A, да, отлично, да. У нас сюда падает адрес возврата на внутрь функции B. То есть здесь возникает адрес возврата внутрь функции B, не знаю, какой-нибудь там, 121, да, и стек опять приподнимается. Вот такая вот логика. В момент, когда, в момент, когда звучит return, то у нас со стека берется верхушечка, интерпретируется как адрес, куда надо возвращаться, куда делать go to, фактически, да, только это не go to, а red, да, скрытый от нас. Мы же не читаем ассемблер машинной коды, да, но тем не менее происходит снятие этого адреса со стека и переход по этому адресу, и мы как раз возвращаемся ровно туда, куда надо. Понимаете? Раз там было написано в функцию B возвращаться, то мы по окончании C вернемся как раз в B. Понятно? А не в A. А стек понизится, когда B будет заканчивать свое выполнение, он вернется внутрь функции A на 57-ю инструкцию. Да, ну, соответственно, в момент, вот в это место, да, вот сюда. И снова понижается стек. Вот таким образом, когда мы уходим вглубь вызова функций, когда мы добираемся поближе вон туда, вот, детка за репку, да, прошу прощения, да, бабка за детку, в общем, там же наоборот, на самом деле, вначале дед позвал бабку, да, бабка позвала внучку, внучка позвала жучку, но вот пока мы добираемся до мышки, мы углубляемся внутрь, да, а стек у нас заполняется адресами возврата, а потом мышка возвращает мышечное усилие кошке, а, она вернула его, все, и мышка, что называется, свободна, после того, как дала свое мышечное усилие, вот, сколько там, один ньютон, понятно, и вот это дело, оно возвращается в итоге, и стек раскручивается обратно. Давайте посмотрим на этот стек вызовов, это очень интересно, для этого мне придется запустить программу под дебаггером. Пока что я работал с кодблокс без дебаггера, и мне нужно показать, как его запустить. Давайте с вами откроем готовую программку, в которой я написал заголовки функций, обратите внимание, они торчат одиноко, они вот просто так торчат себе и все, точка с запятой в конце, и говорит эта точка с запятой о том, что тело не будет. Ну, подождите, а как же мы будем вызывать функцию А, если там тела нет, она не определена, не описана? Я вот сказал вам о том, что функцию можно объявить, а мы пока что с вами все предыдущие видео только определяли и вызывали. Оказывается, объявлять функцию не обязательно. в тот момент, когда мы ее определяем, по-английски define, в этот момент она уже автоматически декларируется, declare. Но мы имеем возможность на языке C предварительно объявить функцию. Что это нам дает? Это дает возможность вызова функции до момента, когда она определена, по тексту. А определение ее может находиться где-то ниже. мне это позволило описать, прошу прощения, предварительно объявить, какие функции будут, а ниже последовательно написать, что вот функция A, причем у меня функция A вызывает функцию B в тот момент, когда она только предобъявлена, она заявлена, понятно, но еще не определена. Вот. То же самое с B. Но мне это позволило по вертикали выстраивать функции в последовательности их вызова, да, хотя мне пришлось бы делать ровно наоборот, если бы я не декларировал функции заранее, вот тут выше функции main. Вообще, вот такой стиль предварительного декларирования функции, а потом уже описание, он характерен для C++, хотя и в C большинство старается следовать вот такому стилю. В этом случае вы можете заранее проглядеть, хотя бы какие функции вообще у вас возникают, да, и функцию main начать читать первой, ведь она же главная. Итак, ну, я запущу программу, чтобы вы увидели, что она делает. Она вызывает, main вызывает A, да, потом A вызывает B, перед этим печатая о том, что она вызвана, а потом печатая, что она возвращается, и то же самое делают все остальные. И только C никого не вызывает вообще. Давайте запустимся. Вот так выглядит ее вывод. Да, видите, здесь все прекрасно. Они вызывают друг друга по очереди и потом возвращаются. То есть, main дождался, как вы видите, дождался, когда закончилась A. A дождалась, пока закончилась B. Вот, мы видим синхронный вызов. Если я попытаюсь запустить дебаг, то я увижу, что кнопка отладки и кнопки вообще отсутствуют. В чем проблема? Дело в том, что сейчас я запускал файлы, просто открыл сишник, ну как файл, так, control-shift-n, там, new empty file, да, и в нем пишу, сохраняю его как сишник, и он компилируется. С отладкой так дело не проходит. Для этого мне надо создать проект. Я беру control-a, control-c, создаю новый проект, new project. Проект это вещь не обязательная для учебных программ, не обязательная. Он нужен для того, чтобы создавать многофайловые программы, в которых много исходных файлов. Ну, если у вас там возникают какие-то свои собственные библиотеки, еще что-то. Я не очень люблю для учебных проектов, для учебных задач пользоваться проектами. Слава богу, CodeBlocks позволяет не создавать проекты в этом случае. Ну, что ж, из проектов, а вы можете увидеть, что тут много разных настройок есть на разные варианты проектов, там, всякие графические, там, OpenCV для всяких камер, там, ну, в общем, все прекрасно, но меня интересует Console Application. Это самый простой проект консольного предложения на C. Вот такое возникает этот приглашение, я его скипну в следующий раз. Язык чистый C, без плюсов будет, Project Title. Ну, давайте его назовем как? My Functions. Ну, или не знаю, Stack, ладно, пусть будет My Functions. Stack Explorer можно было назвать. В этот момент, когда мы настраиваем свой проект, я выбрал, в какой папке его положить, да, там, ну, там она автоматически у меня всплыла. Мы выбираем компилятор. Вообще, CodeBlocks умеет работать с большим количеством компиляторов, но реально у меня все эти компиляторы не установлены, поэтому я не буду выпендриваться и оставлю GNUGCC. Это как раз тот самый компилятор MinGV, который шел в поставке с CodeBlocks. Ну, вот, и очень важно сделать вот этот Create Debug Configuration. Если ее не будет, то и отладки не получится. Соответственно, у меня есть отладочная сборка, а есть релизная сборка. Отладочная сборка позволяет погружать мою программу под контроль контроль дебаггера, чтобы он мог как контролер стоять за спиной и пошагово выполнять программу, чего я и хочу. Итак, я создал проект. Я открою менеджер, Shift-F2, или вот так вот, и в нем посмотрю, что есть функция Main. Ну, можно запустить, конечно, этот проект. Вот сейчас он находится в дебажной сборке. Могу собрать. Ну и что? Hello World. Это неинтересно, но у меня в буфере, как вы помните, лежит готовая программка, которая делает ровно то, что надо. То есть, в ней вот эти функции. На самом деле, поскольку тела функций вам понятны, я, в принципе, могу их все просто свернуть. Теперь давайте, хотя не знаю, мне же будет интересно сейчас по ним погулять именно. В общем, они откроются в любом случае. Менеджеры я сразу закрою. Сейчас вот я открыл файл Main. Си, да, скопировал все это, то, что надо, сохранился. И дальше могу побилдить проект. Прекрасно. Я его побилдил. Теперь мне надо залезть в настройки. У меня это уже сделано, но чтобы вы тоже знали, что вам сделать. Залезть в настройки дебаггера. Settings Debugger. В нем вы заходите в этот GDB Debugger, да, Default, и открываете и ищите свой дебаггер. у меня он находится в папке Program Files x86 CodeBlocks MinGv Bin. Называется GDB32. GDB32.exe. Вот он. Все остальное можно оставить по умолчанию. Ну, я добавил вот такую штуку, да, Evaluate Expressions UnderCourse. Ну, чтобы можно было вычислять, прям посмотреть, а что там сейчас с выражением. но это неважно на самом деле. Все. На этом настройка дебаггера в принципе закончена и мы можем делать пошаговое выполнение. Я запускаю шаги, да, вот я сделал первый шаг и вы видите желтую стрелочку, которая находится на первой инструкции функции Main. Ну, здесь есть некоторая дополнительная информация, что там пошел дебаггер, там, версии его, пид-процесса, где мы сейчас находимся, но меня больше интересует не это. Я бы хотел увидеть тот самый стэк вызовов и оказывается такая возможность есть. Дебаг, в нем есть здесь дебаггинг Windows и вот здесь есть CallStack, это и есть стэк вызовов. Вот он, посмотрите, сейчас я нахожусь в этом стэке вызовов и он мне показывает, что я нахожусь внутри функции Main и ее параметры показывает мне ArcC равно 1. Оказывается, функции Main был один какой-то параметр, вот тут ArcC в командной стреке, на самом деле это имя самой программы. Но это сейчас не важно. Давайте с вами двинемся дальше по шагам. Шаги бывают вот такие и вот такие. Вот такой шажок идет на следующую линию, не входя внутрь функции. Ну, правда, для PrintF поскольку он является стандартным, то там мы внутрь него и не пойдем. Мы не пойдем гулять в стандартную библиотеку, просто шагнет вперед. А вот следующий шаг, если я перешагну, то у меня случится сразу все внутри функции А. Но я хочу зайти внутрь, Step Into. Захожу и оказываюсь вот здесь, видите, желтая стрелочка. Но интересно еще и то, что произошло в стеке вызовов. У меня точка нахождения в функции Main погрузилась на единичку. А текущая сейчас выполняемая строчка это внутри функции А. Она находится как бы на нулевой глубине сейчас. Когда я отработаю PrintF функции А и погружусь внутрь функции Б, то у меня будет на нулевом уровне показано, что я прямо сейчас нахожусь в функции Б. А там глубже в стеке вызовов находится А и Main А Б на верхушке. На самом деле адрес возвратов Б не находится вообще на стеке. Он именно потому, как нулевого адреса есть. Двигаемся дальше. Step Into Б вызовет функцию C. И мы видим уже стек вызовов расцвел буйным цветом. И когда мы начнем сейчас выходить, я могу нажимать Step Into, но он уже будет все равно дальнейших вызовов нету. Дальше только возврат. И тут функция заканчивается. И стек у меня укоротился. C снято со стека. Двигаемся дальше. Раз. Опа! Я вернулся из функции B. И у меня на стеке на самом деле остался возврат только функцию Main. Это просто показывает, что я сейчас в A. Адрес возврата там не лежит. Ну и я выхожу в результате, оказываюсь внутри функции Main. Видно, с этим ретерном выхожу совсем. Можно заметить очень интересный момент, когда мы вышли из функции Main. какая-то еще штучка Main. GV. CRT. Startup. Но это дело уже не касается особенности запуска под дебагом. Ну что же. Я вам показал, что такое функции и как они работают. Мы пока что не очень много проговаривали про параметры. Но скажу так, что параметры функций локальны. Они живут только то время, пока существует вызов данной функции. Понятно? То есть эти переменные не существуют навечно. Память для этих переменных выделяется на том же самом стеке. Потому что никаких проблем нет взять и откусить кусок дополнительный на стеке и сказать а пусть тут живут параметры. А в момент когда мы будем возвращаться а сверху адрес возврата. Адрес возврата будет лежать сверху. И в результате внутри функции мы можем отступить на адрес возврата и посмотреть какие там параметры нам передали. А там лежат реально какие-то конкретные числа в этих параметрах. Понятно? Вот так устроена передача параметров внутри функции. Она тоже работает на стеке. Ну что же давайте двигаться к более алгоритмическим вещам. Спасибо за внимание. это действительно важная тема. Переходим к следующему видео.